Друзья, всем добрый вечер! Сегодня 26 декабря, Рождество, всех поздравляю! Началась финишная предновогодняя неделя, скоро уже будет Новый год, проводим Старый Новый год, будем встречать 22-й год, год Тигра. И, конечно же, ребята, вот эта тема 100 дней, план на 100 дней, 100 дневка, он появился неспроста, потому что буквально позавчера, ребята, было большое мероприятие в нашей команде, а именно было мероприятие от команды Team Genesis. Наши вышестоящие партнеры, Евгений Плоткин и Аскер Закенмас, они, в принципе, показали результаты своих команд и показали свои личные результаты. Я буквально пару слов скажу, что команда Евгения Плоткина, он с Германии, и мы в его ветке находимся, в его команде, он сделал за 6 месяцев товарооборот. Так, ребята, у кого-то включен телефон и компьютер, поэтому контролируйте микрофон и выключите. И команда Team Genesis сделала 5 миллионов евро товарооборота. В команде 13 тысяч партнеров, ребята, представляете, 6 месяцев, это по факту 2 100 дневки. И какой шикарный результат, и, соответственно, заработано больше миллиона евро чистого кэша. И идея, план на 100 дней появился, со слов его вышестоящего партнера Аскера Закенмаса. Партнер Аскер Закенмас, наш вышестоящий партнер, сделал товарооборот, ребята, 28 миллионов евро, и в команде больше 113 тысяч партнеров по всему миру. И заработано больше 5 миллионов евро. И, конечно же, когда эти ребята, когда такие успешные ребята рекомендуют нам что-то, мы это должны воспринимать прям мгновенно, сразу же за это хвататься и сразу же начинать делать. И секрет Аскера, о котором поделился Евгений, Женя Поткин, он сказал, когда он с ним первый раз стартовал в этом бизнесе, он сказал, Женя, сделай план на 100 дней. План на 100 дней, что ты будешь в ближайшие 100 дней делать. Как ты видишь свой бизнес, как ты будешь запускать этот бизнес. И этот секрет, ребята, сейчас мы с вами этим секретом поделимся. То есть, друзья, на самом деле, любая большая цель, она начинается с постановки цели. Неважно, какая большая цель, запуск космического челнока, шаппл, или создание айфона какого-то, или создание какой-то вакцины, которая вылечит огромное количество людей, она начинается с цели, с понимания, какие процессы будут, что мы будем делать, как мы будем двигаться, и как мы запустим тот или иной продукт, или получим какой-то результат. Поэтому, друзья, сейчас на примере шести спикеров мы вам покажем, как надо быстро сделать план на 100 дней и из конкретных практических действий, и как этот план позволит нам достигать наших целей. То есть, это чек в миллион, чек в 100 тысяч евро, или по построению команды, или же… Ну, давайте, ребята, не буду уже как бы дальше интриговать вас. Слово передаю моему вышестоящему спонсору Максиму Сабурову. Город Ханты-Мансиск, город Югра. Человек с огромным портфолио по своему профессиональному бизнесу и очень крутой сетевик и спикер. Макс, тебе слово. Передаю тебе сейчас права админа, сделаю тебя сразу же организатором. Одну минуточку. Так, Макс, есть? Отлично. Макс, тебе слово. Друзья, всем привет. Первым делом хочу поздравить вас. У нас намечается хороший праздник. Заканчивается год, начинается Новый год. И с этим праздником, с Новым годом, с наступающим хочу всех поздравить, пожелать успехов, пожелать удачи, пожелать больших чеков, пожелать достижения всех своих целей, задач и реализации плана, как раз о котором сегодня мы поговорим. Смотрите, я когда пришел, меня пригласил Андрей Прохоров, я как раз пришел в среду, и в среду шел тренинг. Вел его Евгений Поткин, и, значит, я пришел, посмотрел, мне все очень понравилось, и где-то ближе к концу он показывает процесс дубликации, как запустить, и показывает вот этот план на 100 дней. И меня почему-то так вшторило. Я вообще два года уже как записываю себе ежедневные задачи, я записываю вечером, а утром прочитываю и вперед. Значит, и у меня есть такой общий план, скажем, годовой, но 100-дневного или на месяц, у меня не было таких планов. А тут меня вшторило, что именно 100 дней – это четверть года, это четвертая часть года, и вот мне это очень сильно понравилось. Я, естественно, его на листочке набросал, сегодня я его перевел уже в более красивый вид, и сейчас вам покажу. И мы с вами о нем поговорим, что я себе набросал. Видно экран? Отлично. Вот, значит, мой план на 100 дней. Для чего он нужен? Это понятно, что когда вы пришли в бизнес, вы должны поставить себе цель, план и задачи, чтобы вы понимали, куда вы идете, куда вы двигаетесь, и сколько вам времени, сколько вам ресурсов надо. То есть план – это четко расписанный график, план действий, так скажем. И вот я себе поставил вот такой план. Приобрести 10 хабов. Я прекрасно понимаю, сколько мне нужно монет, сколько я хочу иметь монет, когда они будут стоить 500 евро. И вот к этой цифре, учитывая доходность каждого хаба, с учетом понижения, я знаю, что за 19 лет он получит там столько-то, столько-то. Все, я себе просчитал, поставил общую цель 50 хабов и, значит, в план на 100 дней написал приобрести 10 хабов. Потом вторым пунктом я написал себе закрыть ран двойной сапфир. Это самый такой классный ран, с которого начинаются хорошие деньги, начинаются хорошие движения. У тебя уже большая команда, и, ну, то есть это вот такой уже драйв будет. Это поездки, это мероприятия. Маргарита, проконтролируйте микрофон. Я понимаю, что мне нужно для того, чтобы закрыть ран двойного сапфира. Я понимаю, что нужно сделать товарооборот 300 тысяч евро. Я понимаю, что нужно пригласить 12 партнеров. И для этого я делаю определенный расчет, что за 100 дней у меня в первой линии должно быть 50 партнеров. Из них 7 будет суперактивных. То есть эти 7, они будут в ранге рубин. И я поэтому ставлю себе такой план, что, ну, вернее, 20 рангов рубин в первой линии из 50. Я понимаю, что 50 партнеров принесут мне какой-то определенный товарооборот, плюс 20 рангов рубин – это уже 200 тысяч. То есть 200 тысяч на рангах и 100 тысяч на покупке хабов. То есть я себе раскинул именно в цифрах вот это все дело. И после этого, когда есть план, есть видение на 100 дней, следующим слайдом я сделал задачи, которые необходимо выполнить, чтобы приблизиться к этому плану. Значит, и прописал себе четкие действия. Приобрести на старте 5 хабов. Приобрел, поставил галочку. Я когда эту галочку ставил, у меня как прям сердце, камень упал. Я думаю, Макс, красавчик, все, начало положено, есть. Хабы кончаются. Я понимаю, что чем быстрее мы их будем брать, тем, во-первых, они мощнее. И, во-вторых, я ближе становлюсь к своей цели. Потом, значит, написал себе именно план действий, что мне нужно, чтобы 50 партнеров пригласить. Приглашать по 5 знакомых на вебинар с понедельника по субботу. Именно знакомых со списка телефона, с кем-то мы там, с Телеграма, с ВК, где-то мы пересекались в каких-то проектах и так далее. Я себе поставил такой план и приглашал по 5 человек. Не всегда получалось 5, иногда 3, иногда 2, но я старался приблизиться к 5. То есть это вот у меня план, ну как бы задача, да? 5 человек. Вот. 5 человек пригласил, 2-3 пришли, это хорошо, с одним уже вечером пообщался, да? Вот. Потом третьим пунктом. Запустить систему трафика из Телеграм и ВК. У нас есть мощная система. Она просто обалденно работает по холодному трафику. По холодному, не трафику, по холодному рынку, да? За счет этой системы мы знакомимся с новыми партнерами. Мы познакомились так с Алтаем, мы познакомились с Игорем Карповым. Кто у нас в команде тут еще есть? У нас тут кто? Диана, Дина. Ну ладно. То есть очень много партнеров у меня, они все из Телеграм, из трафика. То есть мы познакомились, пообщались, пригласили. Я пригласил на вебинар, человеку понравилось. Вечером сели, поговорили по телефону. Все, друзья. Вот. И также ВК. Вот. Значит, я это все дело настроил, запустил. Запустил я все это в первую неделю. И это начало работать и приносить плоды. Значит, четвертым пунктом я записал. Запустить систему дубликации у партнеров. Когда у меня подключились три партнера, значит, им, естественно, нужно дать систему дубликации, чтобы они делали то же самое. Чтобы они приглашали на вебинары. Чтобы они использовали систему трафика. И также ставили себе цели и планы. Когда мы это сделали, очень сильно включился Алтай. И еще две командочки, но они вот пока вот, как говорится, раскручиваются. Самый сильный Алтай у нас в ветке просто делает бомбические результаты. Значит, и прописал себе, что помочь закрыть 20 рангов рубин в первой линии. Что я и говорил. Сейчас пока у меня 50 еще пока нет. Ну, и не прошло еще 100 дней. Прошло у меня буквально 50 дней, насколько я помню. Ну, половина уже прошло. И 30, сколько я почитал, 32 человека в первой линии. Вот. То есть подключаем, работаем. Где-то не успеваем. То есть какой-то день надо поднажать. Где-то вот промахнулся, потом раз поднажал. Потому что есть план. И понимая план, понимая, что ты уже опаздываешь, ты начинаешь более быстрее действовать, более активно. Вот. Потом дальше написал, что сделать товарооборот по перформансу 300 тысяч евро. Это чтобы закрыть ранг. И, конечно же, купить себе еще 5 хабов при первой возможности. То есть понятно, как только появляется возможность, заработал с командой или еще как-то. Я, естественно, буду покупать дальше, потому что у меня стоит план за 100 дней 10 хабов. Чем быстрее я их куплю, тем больше монет будет, тем, как говорится, будем богаче. Но, опять же, мы сейчас монеты копим, мы на них не зарабатываем, а зарабатываем на партнерке. Очень жирная, хорошая партнерка. И поэтому грех на ней не зарабатывать. Продукт очень популярный, очень востребованный. Поэтому мы здесь очень стремительно все, как ракеты, рвемся вверх. Ну, вот такой мой план. Коротко, быстро, ясно описал. Максим, огромное спасибо. Прям задал такой темп сразу. Ух-юх. Я смотрел, блин, как тебя догнать? Сразу планку такую поставил. Ребята, да. У нас эстафета. Сейчас я тоже покажу в течение 10 минут. То есть каждый спикер будет выступать в среднем по 10 минут. Ну, в среднем час мы уложились. Макс, супер, ты расписал. И самое главное, у тебя уже есть результаты в виде хабов, в виде монет, в виде команды. Вот как работает ступневка, ребята. И давайте я перехожу, ребята, к своему. Делаю демонстрацию экрана и показываю свою ступневку. Так, друзья, скажите, пожалуйста, видно ли мой экран? Да-да, видно. Да, видно. Супер, супер. Ребята, вот, по большому счету, повторюсь, что мы ничего не изобретаем. Есть более успешные ребята. Если ты хочешь быть успешным, я для себя когда-то 25 лет назад в бизнесе принял решение, что я буду копировать действия ребят, которые уже получили результат. И Аскер Закенмас, Женя Поткин, Евгений Поткин, это уже люди, которые добились результата. И у них не 100 тысяч евро чек, у них чеки за миллион евро. И дальше у них будет все больше и больше. Но они используют одну и ту же систему. Ступневка. То есть, ребята, смотрите, нет такой истории, что мы делаем ступневку ради ступневки. То есть ступневка закончилась, мы ее смотрим, финалим, фиксируем. И начинается следующая ступневка. И потом следующая ступневка. И смотрите, в году 365 дней по факту у нас получается 3 полные 100-дневки и 1 неполная 100-дневка. И моя 100-дневка на ближайшие 100 дней по 5 апреля, начиная с сегодняшнего дня по факту, то есть я разделил 100-дневку на 2 части. Потому что в нашем бизнесе с Zenix Sapphire есть 2 вида заработка. Пассивный заработок – это когда мы холдим, добываем, чеканим монеты, майним монеты. И вторая активная часть. Вот по пассивной части моя цель. Сейчас вот уже 5 хабов у меня работают, почти 1000 монет я добыл. И до Нового года я хочу еще активировать еще 5 хабов. То есть 10 хабов суммарно. То есть моя цель по пассивному заработку, независимо от того, вдруг какие-то форс-мажорные обстоятельства, что-то может произойти, но чтобы мой бизнес не останавливался, я сейчас сразу же ставлю задачу на то, что независимо, я работаю или не работаю, чтобы у меня пассивный заработок был. И, конечно же, в первую очередь это на ближайшие 100 дней активировать 25 хабов. Учитывая то, что один хаб стоит 1500 евро. То есть моя задача максимум 25 хабов. Будет больше – классно, будет меньше – мы тоже не расстроимся. В любом случае 5 хабов есть. До Нового года сейчас еще 6 дней есть. Планирую активировать еще 5, уже 10 будет. И январь, февраль, март, еще немножко апрель. То есть там 15 хабов, я думаю, сделаем. Будет цель не просто хабы активировать, чтобы эти хабы, когда сейчас алгоритм добычи, в принципе, хороший, когда на рынок выходит очень много монет, то есть хабы дают максимальную мощность, чтобы на апрель месяц было суммарно около 10 тысяч монет. И условно, чтобы капитализация по монетам на момент запуска нашей DeFi биржи за них, может быть, на тот момент цена будет 100 евро за монету. Ну, давайте условно возьмем цену 10 евро. То есть на пассиве уже к весне, чтобы у меня было 100 тысяч евро. То есть получается, я свою инвестицию полностью окупаю, 75 тысяч евро. И крайне до февраля 2040 года я уже буду гарантированно с 25 хабов получать монеты. Вот первая история у меня такая, ребята, по пассиву. В команде, в проекте Zenix Saphir есть возможность на пассиве зарабатывать. Вот моя цель по пассиву. 70-25 хабов, добыть 10 тысяч монет. И есть, конечно же, вторая часть. Это именно активные действия. И активные действия, ребята, 100 дней я разделил по привычке на 7. То есть 100 дней – это 14 недель. И что я буду делать эти 14 недель? В неделю планирую проводить по 3 презентации по бизнесу. Это маркетинг, презентации. Суммарно за 14 недель это будут 42 видео. Буду каждую неделю проводить 2 командные суммы по трафику из Telegram и по системе дубликации, мотивации, обучения. То есть в рамках нашего бизнеса. Дальше продвижение моего YouTube-канала. Потому что я вот за крайние полгода понял, что YouTube – это мощнейшая сила. Бесплатная. И там лояльность подписчиков, партнеров. Они уже ко мне готовые, прогретые приходят. То есть это самые лучшие партнеры. И смотрите, ребята, суммарно получается за 14 недель цель выкладывать контент, контент, контент. Вот смотрите, уже 3 презентации и 2 командных зума суммарно за 14 недель дадут 70 видео, ребята. Это огромный, огромный трафик. Это просто, вы не представляете, вас зальет трафиками и партнерами. Плюс задача продвигать свою Telegram-группу по ZENIC, чтобы в команде было, в группе было больше 2000 партнеров. И выстроить первую линию больше 50 активных и самостоятельных партнеров. Прямо у себя сразу прописывайте новые нейронные трассы, активные и самостоятельные партнеры. Это класса Максима, ребята, класса Валеры Щурак, класса Дмитрия Козырова, Эмиры, Елены, которых не надо мотивировать, которых не надо уговаривать. Они поняли, накидали, самостоятельные ребята, все сразу и ушли работать. То есть именно вот эти ребята, да с такими ребятами кайф работать, с такими партнерами одно удовольствие. Я прямо, знаешь, не замечаю, как день пролетает, и вы выходите на суперрезультаты. Качество партнеров очень важно, когда вы ставите постановку цели. Не просто там 50 лоботрясов, которые зашли на 100 евро. Это не та история. Именно активные, самостоятельные партнеры. И смотрите, мой результат в Telegram-е, крайние 2,5 года я продвигаюсь только через Telegram. Там 2019 года, когда Facebook забанил мой рекламный аккаунт, я благодарен за это Марку Цукербергу, я перешел в Telegram, и с этого момента я влюбился в Telegram. И самое лучшее, что у меня сработало, и работает уже пятый проект, я запускаю, и в пятом проекте зарабатываю хорошие деньги, классно работают рассылки. Не знаю, как это происходит. У инфобизнесменов это email рассылки, у кого-то там рассылки в ВК. Да, но я знаю, как за 3 часа запустить систему, и как получить завтра уже первого партнера. И этому я буду обучать свою команду. То есть рассылки – это огромный трафик, он запускается, этот формат запускается очень быстро. И этот трафик, он качественный, и он бесплатный, и он дешевый. И он на раз, два, три, и он дублицируется на любую глубину. То есть моя задача, опять же, в течение этих 100 дней сделать 50 тысяч рассылок, чтобы наш бизнес информационный. Наша задача максимально доносить информацию до нашей целевой аудитории. И Telegram на сегодняшний момент, ребята, самый лучший в этом плане, самый быстрый, самый лучший и самый бесплатный. То есть, и, конечно же, я буду этому навыку обучать свою команду. То есть запускать моих партнеров, чтобы они могли буквально за 3 часа запускать систему, и чтобы эта система дублицировалась на глубину, чем ниже, тем лучше. Первая, вторая, третья, пятая. Вот таким вот образом. То есть собрать базу больше 5000 подписчиков. И суммарно на выходе, ребята, все эти действия, к чему я все это веду? Когда я запускаю бизнес, мне нужно понимать цифры. То есть, когда мы считаем бизнес, когда мы понимаем бизнес и цифры, наш бизнес начинает очень быстро расти. И командный товароборот на ближайшие 100 дней, ребята, 500 тысяч евро. То есть сделать суммарно командный товароборот 500 тысяч евро, закрыть ранг черный сапфир. Именно когда делается товароборот в 500 тысяч евро, с учетом баланса ножек, я закрываю черного сапфира. И, конечно же, один я этого не смогу сделать. Мне важно помочь моей команде. И моя цель, чтобы за 100 дней на всех уровнях, на разных глубинах, было 30 партнеров Рубин, который мне помог, и было 5 сапфиров. И в команде больше 2000 партнеров, ребята. Вот таким вот образом я вижу свою стадневку. Когда эта 100-дневка закончится, 5 апреля, я сделаю 100-дневку на следующие 100 дней. Понимаете? Там уже будут другие цели, там будут другие задачи. Но вот я как это вижу, и частично я уже достиг своего, но вот видение моей 100-дневки. Друзья, я с удовольствием передаю слово Дмитрию Косареву. Дима, у тебя демонстрация экрана. Включай. И он сейчас с удовольствием поделится. Очень амбициозный план. Я поддерживаю. Я даже свой пересмотрю. Спасибо. Дима, тебе слово. А микрофон у тебя? Так, 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 да. Сейчас, господа. Сейчас. Видно экран, да? Да, четко. Так, ну как вы видите фотографию, я немножко снизу, пониже сделаю пыл и планки. Вот, поэтому можно сейчас будет выдохнуть, будет 10 минутка, выдыхайте. Можно. Итак, поехали. Значит, мой план на 100 дней. Я сделал план-факт сейчас. То есть, у меня был старт 6-го числа, 6-го ноября, точнее, да. Вот. И финиш у меня этой 100-дневки, когда я первый раз услышал об этой 100-дневке и начал ее понедельно и помесячно реализовывать, да, там, 16-го февраля. Итак, что было изначально в плане? Первый пункт. Товарооборот 30 тысяч евро. Перформанс по нему 20 тысяч евро. Моя первая линия 25 человек. И 5 человек – это 100% бизнес за эти 3 месяца, за 100 дней. И чтобы вы немножко включились, напишите в чат, какой из этих 4-х пунктов самый важный вы считаете для вас. Товарооборот, перформанс, моя первая линия 25 человек или 5 человек в бизнесе. А пока вы будете думать и писать, я продолжу. Итак, как реализовать план 100 дней? Беру первый пункт. 30 тысяч надо товарооборот сделать. Ну, всем понятно, что это такое, да? Окей, беру, делю на 5 человек, получаю 6 тысяч евро каждому человеку активному. Все, понятность. Их нужно найти, с ними нужно работать. Уже декомпозиция частично сделана. Идем дальше. 25 человек за 100 дней. Как их найти? 25 человек. Причем, по сути дела, здесь я взял просто адекватных всех практически. Ну и 5 человек активных на бизнес, которые будут нести результаты и обороты делать. Значит, что я делаю? Я, по примеру той первой фотографии, да, 3 человека, 3 первых касания я каждый день. Точнее, 5 дней в неделю. То есть, 3 касания позитивным и амбициозным 5 дней в неделю. Вот я для себя такую поставил. То есть, 2 дня – это не значит суббота, воскресенье. Как раз чаще всего суббота, воскресенье являются рабочими. А вот типа там вторник, четверг, понедельник, среда, бывает так. Ну, они вылетают, да, реально. Вот, чтобы не выгорать, чтобы идти из недели в неделю, из месяца в месяц, вот я для себя такой сделал выбор. Вот. Идем дальше. Фокусируюсь на 5 человеках активных, чтобы за это время включить максимально быстро 5 активных человек, которые будут работать так же, как и я, 100% в бизнесе. Вот. А клиентов отодвигаю, да. Теперь факт, что произошло за эти 50 дней, половина с 6 января, вот фактические цифры, да. Вот они тут подтверждены, сейчас вот можно посмотреть. Значит, товарооборот 7900, 8000, перформанс 6400, моя первая линия – 10 человек. Вот. И 4 человека, 2 плюс 2, 2 очень активных, а 2 сейчас только зашли и будут активными, 100% в первой линии. То есть, вот это уже на сегодня результаты, да. Вот скриншот, то есть, вот эти 7800, там заработано чуть больше 700 евро. Какой я делаю вывод из этого всего? Лидеры делают результат. У меня в товарооборот двух людей 5900 евро. То есть, всего я сделал 7900, 7900, а 2 человека сделали 5900. Понимаете, да, в чем фишка? То есть, а я еще 2000 добавил сам из моих пяти людей, да. Вот в чем сама суть, да. Если вы, ну, как бы подумали там про этот четвертый пункт, или какой он там был, сейчас я поднимусь обратно. Вот этот четвертый пункт, он самый важный. Вот на него надо фокусироваться, чтобы эти люди находить их, включать, и чтобы они пресловутую дубликацию делали. Вот какой я делаю вывод сейчас из этого всего. Вот график, как у меня росло по неделям. То есть, вот первая неделя, там, ну, как бы, движение, и потом вот идет. Бывает неделя, вот просадочка была, там вторая, третья, как бы, не сложилась, потом складывается, идет, идет. Вот, как бы, постоянный рост, здесь товарооборот накопительный, мы понимаем, что он вниз не будет идти никогда, да. То есть, окей, все время растет. Очень приятно, сижу, смотрю на график, супер, растет, растет, отлично. Что надо делать после финиша? Уже было сказано, господами, но вот это для меня вообще был. Я Евгения слушаю, он говорит, а дальше что? Я такой, да, а дальше что? И еще сто дней. Да ладно, все гениально просто, ничего не надо придумывать. Мы все все это понимаем. Итак, просто напишите этот план, ничего не делайте, и все у вас будет происходить. Ну, ясно, вопросы в конце, все, благодарю за возможность выступить. Дима, супер, супер, ты раскатал, прям нарезал толстыми, сочными ламптями, красавчик. Мне пару жетонов поймал, прям докручу твой свой план, супер, супер, молодец. Эльмира, ты на связи? Передаем слово следующему спикеру, Эльмира Креницына. День добрый, я на связи. Все, могу демонстрацию экрана включать? Да, сейчас Дима уберет, выключится, и передаем тебе эстетию, Эльмирочка. Так, все, меня слышно? Да, четко. Видно. Так, включаем. План на 100 дней. Ставим цель, двойной сапфир за 100 дней. Алтай предлагал черный сапфир, но я пока посчитала, немножко не готова. Двойной сапфир, что он в себя включает? Я написала числа, это получается с 1 января по 10 апреля примерно. Товарооборот, это значит 300 тысяч. Структура 300 активных партнеров. Первая линия 70 партнеров. Успешная работающая автоматизация. Нужно ее запустить мне самой и нескольким десяткам партнеров в своей команде. выплаты, ну вот, естественно, то, что будет получать двойной сапфир за, пока я дойду до двойного сапфира, почти 13 тысяч евро я получу. Начнется бонус 4 тысячи евро в месяц. И желательно мне еще запустить ТикТок-канал за эти 100 дней. И Телеграм-канал я у Алтая подсмотрела, но еще не записала сюда. Получается, ТикТок будет хорошо меня раскручивать бесплатно, если я буду делать по 3 видео в день. У меня для ТикТока уже полгода как все готово. Даже теперь моя прическа готова. Надо просто начинать. И материала много, и вдохновение есть. Ну вот наша компания для меня явилась тем поводом, когда мне захотелось запустить ТикТок по-настоящему. Так, расписываем из целей по цели и задачи. Значит, у меня получилось 4 основных пункта. Это дойти до рубина. Мне осталось 6 тысяч. Дальше до двойного рубина сапфира и двойного сапфира. Очень рекомендую воспользоваться книжкой «Буллет Джорнелл», метод «Буллет Джорнелла» в группу «Я скину». Очень интересная практика. Сам автор рассказывал, что он очень плохо ориентировался на цели. У него жизнь была превращена в хаос. Он бедствовал и ничего не мог собрать. Но у него были действительно проблемы с головным мозгом. Там некоторые диагнозы. И потом он придумал систему «Буллет Джорнеллов», и он стал очень успешным бизнесменом. «Буллет Джорнелл» – это такие странички, они по-разному оформлены. Вот примеры помогают все цели систематизировать, визуализировать и очень легко с удовольствием их воплощать. Я привожу табличку, к примеру. Сейчас я почти стартер плюс, мне чуть-чуть не хватает до 5000. Мне нужно за первые 10 дней добраться до рубина, дальше к 1 февраля до двойного рубина, к 1 марта до сапфира и к 10 апреля до двойного сапфира. И сейчас я эти шаги, ну это вот следующие шаги, следующих 100 дневок описываю. Так, вам не мешает тут? У меня просто всякие такие значки висят. Все видно, Эльмира, все четко. Ага, все видно, да. Так, первый ранг рубин к 10 января. Я что вижу? У меня список около 300 знакомых, ну, наверное, более-менее качественных у меня будет 200. Ну, не то, что люди плохие, просто они не подходят этому бизнесу, ни как инвесторы, ни как активные эти. Поэтому я 300, из 300 выберу 200 только, ну или там 250. Обзвонить этих знакомых до 10 января 100 человек. Вот у меня сейчас полторы недели, можно даже две, а нет, почти две недели. Запустить автоматизацию с чат-ботом. Сейчас сядем усиленно с девчонками с понедельника, все будем запускать. У меня уже семь человек в первой линии. Из них четыре активных человека, которые хотят и автоматизацию в том числе внедрять. У меня сейчас два хаба подключены с вчерашнего дня. Спасибо нашей команде. Еще три хаба планирую подключить до 10 января. Сделать товарооборот, естественно, 6 тысяч за это время. И в первую линию с семи партнеров вырасти до 15 партнеров. У меня там есть люди, которые еще думают, вот-вот подключится, дай бог. И структуру по возможности, в случае, если у нас заработает автоматизация, конечно, бы хотелось уже дорастить до 25-30. Это тут 50 цифра завышенная. Так, ну, естественно, с 1 января запускаем ТикТок. По работе с подсознанием, но там будет много контента для бизнеса, по три видео в день. И телеграм-канал с удовольствием у Алтая научусь вот такой системе. Второй уровень – это к 1 февраля. Также обзвонить оставшиеся 150 партнеров из списка. Ну, естественно, я приглашаю на презентацию. Все по схеме, да, скрипты. Дальше запустить автоматизацию уже для 10 партнеров минимум. И подключить 5 хабов. Ну, выйти на 10 хабов себе. Дальше. Товарооборот, естественно, нужно к тем 10, которые у меня тысячам евро есть, еще 10 тысяч сделать. Это значит, что мне нужно или вырастить одного рубина, или два стартера вырастить. Ну, или само еще, естественно, работать. В первой линии я уже планирую 30 активных партнеров и структуру до 100 партнеров дорастить при помощи автоматизации. Также очень хочу запустить чат-боты. Мы вот говорили с Димой, с Алтаем и с Максимом. Чат-бот – запуск новичка, который будет новичку давать полную информацию о компании, о бизнесе и прям пошагово вот говорить, что делать день за днем, чтобы вырастить из новичка лидера. Кроме того, что он полностью поймет суть, как бы обучится, он дальше еще и станет лидером. Третье – к 1 марта выйти на Сапфир. Ну, это уже все, работа только с автоматизацией, список у меня заканчивается. Сделать товарооборот, естественно, до Сапфира – это плюс 80 тысяч евро. Это значит или 8 рубинов вырастить, или 16 стартов плюсов. Ну, это может варьировать просто с кого-то больше, кого-то меньше. В первой линии вот как раз эти 50 активных партнеров, структура 180 активных партнеров, выплаты по карьерному бонусу – это не обязательно, так все знают, что будет. Так, двойной Сапфир, ну, 10 апреля, концовка 100-дневки. Запустить автоматизацию уже для 60 партнеров. Сделать товарооборот плюс к тем 100 тысячам, поскольку я уже просто Сапфир, у меня 100 тысяч есть, еще 200 тысяч нужно вырастить. Это значит или 2 Сапфира, или 20 рубинов, или 40 стартеров. Ну, в общем, вот такой набор. Будет мозаика возможных рангов в моей структуре. Структура – 300 человек. Хотелось бы 500, но пока 300 поставим более реальные цифры. И в первой линии 70 активных партнеров. Выплаты вот такие у нас будет по карьерному. Товарооборот – 300 тысяч. И маленькая вишенка на торте. Все это я планирую делать в сопровождении моей замечательной методики любимой по работе с подсознанием. Потому что если мы просто ставим планы, которые мы нарисовали, но не поработаем с подсознанием, достижение планов будет большими проблемами. С Димой Косаревым мы работали с подсознанием. И, как видите, у него планы вот так воплощаются сейчас в нашей компании. И конвейер препятствий появляется именно тогда, хочу подчеркнуть, для тех, кто не был на нашем занятии по подсознанию, когда подсознание считает цель опасной. Поэтому мы каждую цель, каждую подцель я буду разбивать и на отдельную проработку. И даже каждую задачу, результат я буду прорабатывать, и мне будет легче его достигать. Вот. И вот перечисление этих проработок, допустим, достижение мной или каким-то моим партнерам рангов, там рубин, двойной рубин и так далее. Доход по карьерному реферальному бонусу можно отдельно прорабатывать. Размер структуры, допустим, 20, 50, 250, 500 активных партнеров. Количество активных партнеров в первой линии. Автоматизацию приносит мне от 3 до 50 новых партнеров в день, допустим, это когда на всю структуру, да, не 50-то, конечно, может быть, я не успею обработать, но если включить запуск новичка, то вполне 50 человек, переходя из бота в бот, может и набираться на автомате, хотя с ними все равно работать лично тоже нужно. В мою команду ежедневно приходят лидеры со своими структурами, еще одна из целей проработки, может, 10 человек, а может, с 1000 человек заходит в структуру и более. Все мои партнеры первой линии стали рубинами, допустим, и выше, подключили по 10 хабов. Вот одна из моих целей, чтобы все мои друзья стали очень обеспеченными людьми и чтобы могли встречаться где угодно. Например, я звоню в понедельник, поехали на выходные на Багамы, и мы там с друзьями, с семьями на Багамах провели выходные и поработали вместе, может, какой-то вебинар провести. Ну, каждую неделю, каждый месяц моя структура, мой доход удваивается, допустим. У меня тоже очень мощная проработка, которая готовит нас к сверхрезультатам. Спасибо за внимание. Будем отчитываться через 100 дней, что у нас получилось. Эльмира, супер, 100-дневка у тебя. Она такая роскошная, шикарная, очень подробно. Молодчина, молодчина. Девчачьи, по-девчачьи, потому что страшно. Вдруг не получится, надо все прописать. Дамы и господа, я конспектирую уже третий раз, уже меняю планы. Что-то как-то все очень круто. Здорово. Эльмира, классно, классно, прям зажгла. Да, при работе с подсознанием там проблема возникает, что эти вот недели идеальные или вот эти 100-дневка начинают сбываться чаще. Иногда людям надоедает, я штука написала, уже все сбылось. Ну, вот как бы так. Эльмира, ты обязательно поделишься этой технологией, секретной, в отдельных подкастах. Мы будем делать сейчас с нашей командой отдельные твои вот эти супер-вебинары с подсознанием. Молодчина, здорово расписала. И я хочу следующее слово дать Елене Сысловой. Чехия. Елена, ты на связи? Да, добрый вечер. Я на связи. Мне пока с экрана можно не давать, потому что я такой красивой, такую красивую презентацию не сделала. Сразу признаюсь. Вернее, я ее сделала, но я писала от руки в тетради. Перенести в презентацию не успела. И тоже несколько раз переписывала. То есть я ее не вчера, естественно, начала делать. И я в компании уже месяц. Но сейчас, когда услышала, да, про 100 дней, тоже как бы всегда раньше было 90 дней, да, 90 дней. За 90 дней человек, если работает над чем-то, да, либо там с подсознанием, либо над какими-то своими проблемами, то, как правило, 90 дней, да. Ну, а тут 100 дней. Классно, значит, еще 10 дней есть лишних над для закрепления, для закрепления пройденного. Вот, и что я еще переписала, приняла решение, да, что я свою студневку с очень большой ответственностью и серьезностью начну там не с сегодняшнего дня, либо с 1 января, для того, чтобы это было действительно, ну, не обман, не самообман, а вот очень ответственно, хоть я и сейчас работаю. И на сегодняшний день у меня тоже осталось до стартера, сколько у меня осталось до стартера, 2,5 тысячи, чтобы стать стартером и активировать 2 хаба. И это я сделаю до начала своего старта 100 дней, до 1, до 1, вот, что с 1, с 1 января и до 10 апреля на 100 дневку. Двойной сафир я и в команде как минимум 20 рубинов, вот, и 50 активных партнеров в первой линии, 50 активных. Для меня это очень важно, потому что это, как бы, самый мой такой сложный вопрос именно активных партнеров, которые со мной на одной волне. Вот, что я для этого буду делать, вот, с 1 по 10 января я составила список, и я обзвоню всех своих коллег, партнеров по бывшему бизнесу, что я раньше не делала, вот, сейчас я понимаю, что это самый быстрый путь, хоть его люди, как бы, стараются обойти, но это самый быстрый и правильный путь. Я это сделаю за эти первые 10 дней, вот. Второе, что очень важное, и у меня уже, ну, скажем так, на процентов 60 запущена автоворонка, чат-бот, который работает, и пока что не получается, что приходят именно партнеры, но пока что у меня в мой чат-бот подписывается каждый день до 10, это не партнеров, до 10 клиентов, да, подписывается в чат-бот. Значит, я буду работать над своим контентом, чтобы из чат-бота каждый день у меня подписывался как минимум один партнер. Вот, и я это все расписала по 10 дней, очень удобно, вот, как по 10 дней, но сейчас думаю, что опять доработаю свой план и сделаю по неделям, тогда будет больше, кажется, больше времени, да, возможности действовать и что-то, какие-то вопросы закрывать. Также с командой буду работать два раза в неделю командные встречи, брифинги на темы, я думаю, что темы такие общие, трафик и все то, что говорил Алтай и говорил Максим, это мы будем проводить совместные, да, встречи, я думаю, с командой, более личные встречи там по постановке, постановка целей, по выполнению плана, да, по как поставить, как поставить правильно цель индивидуально каждому, потому что цель, она, там, сделать, там, миллион, либо полмиллиона за полгода, но она не для всех подходит, да, кому-то это его цель, а кто-то, ну, а как теорию это воспринимает, да, поэтому будем работать над вопросами, да, правильной постановки цели лично для каждого. Вот такой вопрос. Дальше тоже я хочу запустить TikTok, вот, у меня есть все материалы и есть все знания для этого, курсы, и я хочу очень серьезно подойти к YouTube каналу, он работает тоже, это как контент, вот, то есть записывать свои личные видео, тоже по обучению, по и презентации, и такие маленькие технические видео записывать самостоятельно, как минимум два видео в неделю, и того, скажем, подытоживаю, что за 100 дней я сделаю двойного сапфира, в команде у меня будет 50 активных партнеров, из них, как минимум, 20 рубинов, так, и что, и товарооборот 300 тысяч евро за 100 дней. Елена, шикарная цель, очень амбициозная, и ты классно озвучила, вот, мне больше всего понравилось, и Тима это подмечил, и Эльмира, и Максим, то, что, ребята, не изобретаем велосипед, берем список знакомых, самый быстрый путь, да, находить бриллиантов, самых активных, сильных ребят, не через холодный трафик, не через холодные контакты, а именно, все-таки мы возвращаемся к классике, да, самое быстрое, но как прикладное можем еще использовать автоматизацию, в которой мы обязательно вам поможем. Елена, огромное спасибо, мне очень понравилась твоя студметка, 300 тысяч за 100 дней, просто супер, молодчина. Ну, а тогда лучше ничего не делать, чем так. Здорово, здорово, да, то есть все равно, да, ребята, всегда планку ставим выше, когда мы планку ставим выше, даже если чуть-чуть не дотянем, все равно результат будет хороший, даже если мы сделаем там не 300 тысяч, а 200 уже хорошо, 100 тысяч, тоже классно, поэтому, Елена, тебе огромное спасибо, и я сейчас передаю ее стопету моему другу, моему партнеру, моему вышестоящему спонсору в другом проекте, но здесь получилось так, что он со своей команды пришел в мой бизнес. Валера Щур, человек, который умеет грамотно делать автоматизацию, который делает невероятные вещи в Телеграме, создает огромные многотысячные товарообороты за счет Телеграма, за счет автоматизации. Валера, тебе слово. Спасибо тебе, Алтай, за такую перформенцию. Я очень рад еще раз. Хочу начать. Я не готовился, предупреждаю сразу, потому что я лентяй, прогульщик, двоечник. Я, как всегда, был занят какими-то другими своими делами. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Елочка вот сзади. Все наряжено, готовы уже праздновать. Но о работе тоже не забываем. У меня нет таких красивых слайдов. Я бы хотел, Алтай, чтобы ты мне дал доступ к демонстрации экрана. Ага, она у тебя есть, ты с организатором. Да, я покажу свои результаты как бы с кабинета лучше. Да, мы тебя видим, слышим. Можно, да, демонстрацию делать? Да, 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 ага, включай демонстрацию. Да, так. Так, так. Начнем с того, что запустил я часть своего хаба, это 150 евро, 29-го, 11-го. 10 дней ушло у меня на подготовку процесса. Я подключился позже всех вас, я так смотрю по датам, да, вы уже говорите по датам. Подключился всех позже вас. И поэтому планы у меня очень амбициозные. Это догнать вас, конечно, и обогнать. Так что, вот, именно на 100 дневку. На 100 дневку. Вот, такие планы. А в общем, допустим, ну, в общем, скажу позже. Что мы имеем на сегодняшний день? Ну, две недели работы. Ну, такой плодотворный. В принципе, еще конкретно, да, не начинал. У меня там еще чат-бот ВК есть. Но это как дополнительный трафик, да. Сейчас, на данный момент, я знаю всегда, что самое главное в любом бизнесе, это мне понравилось слово Аскера, да. Чтобы самолет наш взлетел, нужно набрать большую скорость в самом начале. Если мы на что-то будем отвлекаться, вот, уходить туда, уходить туда, то есть отвлечение будет. Он либо не взлетит, либо вообще разобьется. Понимаете? Ну, то есть разобьется на старте. Все, бизнес разбился. Вот. Я всегда так делаю. 15 лет. 15 лет я знаю, что стартовать в бизнесе надо всегда очень быстро. Всегда очень быстро. Поэтому, правильно, Алтай, это обязательно теплые контакты. Без них быстро никак невозможно стартануть. Но, если уж все поля выжжены, и никто уже не берет трубку, когда ты им звонишь. Вот. Это у всех, наверное, так есть. Кто уже давно в сети вон, да. И никто тебя уже служить не хочет. Вот. Ну, есть там маленькая своя какая-то командочка, с которой ты идешь там по каким-то проектам, да, по бизнесам. Тогда, конечно, это холодный трафик. Я нацелен именно на холодный трафик. Но о теплых контактах я не забываю. Честно вам скажу. Да, у меня сейчас подключилось там. Давайте я буду показывать. В общем, получается вот так, ребята. 56 регистраций в первой линии за две недели. Так, так, так. И общая команда 121 человек. Вот. Ну, это не команда, скажем так. Это в основном холодный трафик, да. О продажах тут еще, как бы, речь такая. Сейчас невозможно об этом говорить, да, о продажах. Но можно сказать так, что люди интересуются. Холодный рынок всегда. Это ледяной рынок. Телеграм, да. Те, кто зашел, допустим, теплые контакты, да, они уже активировались. На данный момент за две недели у меня, по-моему, 8 или 9 активаций в команде, да. То есть пока зашли люди так же, как и я, потому что люди смотрят. Ну, и это закон любого бизнеса. Всегда человек смотрит, насколько его спонсор зашел. Даже я им ничего не говорю, они это чувствуют. По-любому чувствуют. В моих первых планах это в ближайшее время обязательно активировать себе полный хаб. Активировать себе полный хаб. Это обязательно. Это обязательно. Так. Демонстрацию можно. Нет, не остановлю. Пускай она будет. Значит, значит, что я хочу сказать дальше. Значит, что я хочу сказать дальше по работе с холодным трафиком. В данном случае это Телеграм сейчас. Но у меня еще есть чат-бот ВК, да, допустим, это как дополнительный трафик. Я еще к нему вообще не добрался. Вот. Не добрался он обязательно будет там в ближайшую неделю сделан. По холодному трафику Телеграм. Ну, скажем так, я всегда привожу пример. Это большая куча песка. Ну, может, кто-то где-то строился, что-то делал на даче. Вот мы ее лопатим. Это холодный трафик. Лопатим, лопатим, просеиваем, 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 просеиваем. В результате в этой куче появляются два-три самородка. Все. Мы их взяли, работаем с ними. Я тут слышал, там, ну, это, Альмира говорила. Я воспитаю лидеров. Никогда ты их не воспитаешь. Ну, не воспитаешь, если человек не лидер. Это просто утопия. Это погрязнуть в болото. Погрязнуть в болото больше ничего. Лидеров нужно искать. И они есть, и их есть много. Я точно так же Алтая нашел. Я точно так же многих нашел. Я его не обучал. Я ему только дал то, что знаю я. Он еще добавил свое. Сделал за два с половиной месяца офигенный товар-апорок. Все. В компании. Заработал много денег. Правильно, Алтай? Абсолютно реально. Балера, супер. Поделись, пожалуйста, на сто дней. Какой ты ранг планируешь? Какой-то вороборот? То есть, в любом случае, да, мы в бизнесе. И в бизнесе нужно четко понимать цифры. Хотя бы... Четко понимать. Вот я никогда вот... Я слышал вот этого Рената, да, на вчерашнем... Ну, вот. На вчерашнем вебинаре, да. Там был такой Ренат, который получил, да. Помните, да? Вот. И он сказал, я никогда не делаю никаких планов. Если я делаю планы, я его не... Выполнил, значит, я уже людям объявил. И, значит, я их уже обманул. Я никогда, ребята, не делаю никаких планов. Я просто-напросто работаю. Я просто долбашу. Понимаете? Вот. Вот это мой план. Как он придет? Мой план, я вам сказал, это догнать вас всех и обогнать. Это мой план на сегодняшний день. Валер, мы тебя поняли. План работать. План работать, работать и работать. А, мистер Фикс, у вас есть план? Да. Это у вас всех сделать. Это мой план. И к концу года, в декабре месяце заработать минимум миллион евро. Больше можно, меньше нельзя. Все. Это никак. Понимаете? Минимум. Минимум миллион. Вот это мой план, ребята. Ну и что еще хочу сказать. Смотрите. Я тут специально открыл. Хочу вам. Вот этот дядька мне очень нравится. Его выражение. Билл Бридт, мультимиллионер. Я просто показал свой бизнес-план 1200 людям. Он говорит. 900 сказали мне нет. И только 300 подписались. Из этих 300 только 85 начали что-то делать. Из этих, из тех 85 только 35 были серьезно настроены. Из тех 35 11 человек сделали меня миллионером. Понимаете? Если, допустим, вот у меня сейчас в планах, это каждый день я сам продажник. То есть продавать люблю. Умею это делать. Это минимум одна продажа в день. Начиная там от частей, а по полной ход. Вот это мой план. Одна продажа в день. Начиная, пускай там с января, да. 300, 365 дней в году. 365 продаж. Вот 365 активных партёров. Активных. Это за год. Вот тогда будет все активными не станут. Тут срабатывает 1%. 1%. Если будет, допустим, 300 активных, 360, 11 человек будут суперактивные. Я миллионер. И Алтай тоже, потому что он высокосостоящий. Так что он не такой. Вот. Я человек простой. Ребята, так что вот рассказал вам по-простому. Вот. На этом хочу закончить своё выступление. Вот. Давайте этот. Останавливаю демонстрацию. Валера, спасибо огромное. Да. Мне очень понравилась твоя подача. С одной стороны, да, она спорная. Но в любом случае ты молочиная. Ты пахарь. Ты за то, чтобы просто работать, а результаты подтянутся. Тоже классная стратегия. И, Макс, ты увидел, да, сколько ребят озвучили своё мнение. И ты можешь в список Forbes попасть в ближайшие 3-4 года. Ну и что? Настрой ребят очень мощный. Да, да, да. Рожатер, высшестоящий. Макс, тебе слово. Прокомментируй. Как ты услышал это, да? Что тебе понравилось? Что тебе зашло? Ну, смотрите. Я скажу следующее. Когда строится команда, ты потихоньку-потихоньку начинаешь видеть партнёров, которые у тебя в ветке появляются. Ты их не знаешь. После таких встреч ты просто понимаешь видеть, насколько сильные, амбициозные ребята, партнёры находятся у тебя в структуре. И именно это постигает меня просто брать и планы свои менять в 10 тысяч раз лучше. Потому что на самом деле, то есть это мой план был, когда я его поставил полтора года, ой, полтора месяца назад. Это я его ещё не менял. То есть как он был, значит, так вот я его и показал. Я его только перенёс на красивую картинку. Сейчас, когда с вами работаем, всё ближе-ближе вас узнаю, проводим уроки по телеграм-софту и так далее. И просто понимаю, насколько шикарная, амбициозная команда у нас получается. И просто я понимаю, что мы очень быстро будем двигаться и очень быстро будем достигать успеха. Потому что каждый из вас обладает определённой изюминкой. И когда мы все вместе собираем всё это в большую дружную команду и всё это применяем все вместе, то мы просто взорвём этот мир, так скажем. Макс, спасибо, ты увидел, да, каждый здесь партнёр, каждый парень, каждая девушка на миллион. Говорят же, девушка на миллион, да, парень на миллион. Не так звучит, девушка на миллион. Поэтому, Макс, тебе спасибо. Вот такая классная команда. Благодаря тебе, благодаря тому, что ты плотно каждый день с нами работаешь, 24 на 7. Помогаешь, поддерживаешь, мотивируешь, обучаешь. Вот тебе за это отдельное спасибо от меня, от моей команды. И, ребята, давайте, вы все увидели 5-6 историй, да, как мы будем... У каждого своя цель, у каждого свои планы, у каждого свои амбиции, да. Но везде мы увидели один и тот же алгоритм, да, один путь достижения. А основным, вот по всему нашему сегодняшнему вебинару, часовая, да, это 7 часа, вы видите одну такую жирную линию, да, и она чёрным по белому показывает. Мы, в принципе, не говорим о разных вещах. У нас есть чётко поставленная цель. Мы её разбили по шагам и чёткие-чёткие действия. И, ребята, давайте, включайте микрофоны, включайте диктофоны и камеры. Дайте обратную связь. Если у вас вопросы, задавайте, не стесняйтесь, прямо сейчас. Давайте, поделитесь вашей студневкой. Нам тоже будет очень интересно узнать, как вы хотите, да, какие у вас планы. Давайте, включайте камеры и микрофоны. Пока люди думают, я хочу сделать предложение. Давайте раз в месяц такую отчётную встречу проводить. Как вам? Давайте подумаем. Абсолютно не против. Не каждую неделю, да, это будет за много, а вот раз в месяц реально. Раз в месяц, да. То есть мы 100 дневку разобьём на три части и сделаем три встречи во время 100 дневки. Ну, у меня уже 50 дней прошло, но вы, в принципе, все движетесь в одном и том же временном промежутке. Вот такое промежутки. А у меня потом начнётся просто вторая 100 дневка. То есть я закончу 50, как раз отчитаюсь и сделаю новый план и покажу новый план. Супер, супер. Я раньше о 100 дневках не думал, да, потому что я всегда все бизнесы выстраиваю понедельно. В году 53 недели. У меня за крайние 20 лет 53 недели все расписаны. И не знаю, ребята, как это работает, но это работает. Как только вы переносите свои цели, задачи, планы на бумагу, они начинают осуществляться. Я посмотрел записи, которые я сделал 1 января 2021 года. Это список был из 100 задач. Ребята, вы не поверите, 80 задач выполнено. Я с таким удовольствием зачёртывал, понимаете. Я даже некоторые задачи забыл, но смотрю, сделано, 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 сделано. Поэтому ближайший вот сейчас через неделю начнётся новый 2022 год. Отличная возможность, да, чтобы вот начать с чистого листа. Как Елена говорит, с 1 января начну свою 100-дневку. Да, считается, да, надо. Неважно, ребята, в какой вы момент начинаете, абсолютно неважно. Самое главное, чтобы вы приняли решение начать свою 100-дневку и фигачить. Начинать с того места, где вы есть, и начинать с тем, что у вас есть. Неважно, да, там, вот у вас есть деньги, нет денег, обученные, необученные. Если у вас есть желание, внутренний огонь и желание, чтобы 22-й год был максимально искромётным, максимально живым, максимально наполненным на приключения, на успехи, на командную работу, ребята, то welcome, да, и у вас всё получится. Смотрите, какие крутые ребята здесь собрались. Столько амбиции, столько драйва, столько знаний, такое мощное окружение, такое мощное поле. Ребята, вы как только в это поле попадёте, как в солёный огурец, да, засаливаетесь, у вас нет шансов не победить, у вас нет шансов, что у вас не получится. Поэтому, Дима, этот формат мы однозначно принимаем. Каждый месяц, да, вот так как бы промежуточные итоги, да, это будет мотивировать, это будет подстёгивать. Я такой, блин, я же там, вроде бы, что-то ставил, да, 100 дней, это будет заставлять работать, да, двигаться. И Эльмира Креницына, она поделится своей шикарной технологией работы с подсознанием, потому что все наши результаты находятся здесь. Результат не находится там, результат находится здесь. От нашего мышления всё зависит, от нашего настроя, от нашего внутреннего стержня, да, уверенности, мотивации. Поэтому, ребята, все большие молодцы. Отдельно хочу сказать всем, вот, и Диме, Елене, Валере, Максим, Эльмира, огромное спасибо за ваши 100-дневки. Я хочу, чтобы вы 100-дневку перевыполнили, такие, ё-моё, Дима такой, блин, а что я 100-дневку такую маленькую поставил, да, занизил её, да. Или Эльмира такая, ё-моё, вот я, лохушка, да, нам надо было в два раза больше поставить, да. Или Валера такой, блин, йоги-мамки, да работают. Поэтому, ребята, желаю, что в 100-дневке сбывали 100-дневки, чтобы вы перевыполняли, как у нас в советское время был план, пятилетку за 4 года, да. То есть, ребята, 100-дневку, чтобы реализовывалось максимально. У нас всё получится. Классный продукт, классная команда, классное видение и живое общение. То есть, всё равно бизнес делают люди. Вот этот айфон придумал человек, когда-то у него в голове был, да, потом он перевернул. Когда рынок был на 100% забитый, Nokia, Siemens, помните вот эту историю, да, пришёл айфон и поменял полностью, да, где Nokia, Siemens, где Ericsson, их нету. Или айфон, или андроид. Ребята, всем спасибо. Давайте, задавайте вопросы. Подключайтесь, не стесняйтесь. Я, Алта, ещё добавлю чуть-чуть, одну такую вот донесу суть, которую я понял 3 года назад. Вот знаете что, вот в бизнесе, в традиционном, никто никогда тебе справа-слева, даже знакомый твой бизнесмен, не скажет, не расскажет о какой-то своей мощной теме, либо о каком-то опыте, что он там нашёл какого-то бухгалтера, который может ему помочь оптимизировать средства и так далее. В МЛМ я увидел именно то, что партнёры, лидеры, они делятся всем своим опытом, они делятся всеми инструментами. И когда собирается вот такая команда, как у нас с вами, один умеет делать одно, второе, третье, третье, четвёртое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, собирается такое мощное сообщество, которое просто не остановить, она как лавина. Это как лавина, она если покатилась с горы, всё, не одна преграда ей, она сметает и города, и всё на свете. Поэтому слушайте, принимайте самое главное во внимание всё то, что вы услышали, и не просто послушали, да, а именно принимайте в практике. Тот опыт, который передаётся именно вот здесь и сейчас МЛМ предпринимателями, этот опыт нажит годами. То есть кто-то уже наступал на эти грабли несколько раз, и вам это на блюдечке с золотой каёмочкой. Вот система, вот, 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 запусти, нажми и вперёд. И правильно Валера сказал, да, надо бомбить, да, то есть по холодному трафику там надо работать, бомбить, но люди там есть. Трафик идёт очень хорошо, работает потрясающе, и списки, то есть если объединить систему холодных контактов и тёплых, это получается такое мощное ядро бесконечного трафика новых партнёров. Всё, спасибо. Максим, супер. Спасибо. Молодчина. Ребята, включайтесь, не стесняйтесь. Давайте у нас через 5-10 минут уже плотно час работаем. Вы видите, что любая цель достижима, когда мы её, говорится, что у нас есть по кусочкам, он огромный, да, но когда мы разбиваем нашу цель на задачи, под задачи, всё это легко становится. И простое действие легче сделать, чем сразу же, да, сделать что-то, какой-то там рывок или побить олимпийский рекорд. Когда мы разбиваем, везде, вот в шести историях было, именно где-то система, где-то пахать, где-то разбить цель на подцеле, да, и делая простые действия, ребята, маленькие, маленькие шаги, но на выходе колоссальные результаты. Возьмите Аскера Закермаза, возьмите Евгения Коткина, наших старших партнёров, они же обычные люди, они делают простые вещи, они каждый день делают одни простые вещи, у них есть 100-дневка, и он утром просыпается, открывает свою 100-дневку, ага, всё, понял, он не задумывается, что делать, потому что всё расписано по шагам. И чем более подробная 100-дневка у вас будет, которая прописана у вас, да, как вы её видите, ваше действие, да, именно действие, вот тогда начинается магия, ребята, начинается всё получаться. И команда быстро строится, и чеки получаете, и товароборот растёт, и ранги закрываются. Всё это мы считаем, это как магия, да, о, там, Евгений Коткин, да, закрыл бриллиант, тройного бриллианта. Ребята, за этим стоит огромная работа, огромный опыт и много-много-много 100-дневок. Друзья, всем огромное-огромное спасибо и увидимся на следующей 100-дневке на разборе через месяц. Вот такое сейчас решение мы приняли. У Калина, ты мне нужно добавить, Алтай. Да. Вот сейчас сижу, да, вот думаю, вот это. Ну, мы знаем все, что 95% людей, которые хотят зарабатывать в интернете, они не умеют приглашать, понимаешь? Ну, отлично, Аскер Заккерман, отлично ты, отлично, Коткин, да, они умеют приглашать. А как быть остальным? Они заходят, теряют, 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 теряют. И потому я вот именно, мы эту систему создавали для того, чтобы осчастливить остальных людей, понимаешь? Чтобы они зашли, даже если ты не умеешь приглашать. Я даже так посты пишу. Мне пофигу, умеешь ты приглашать или не умеешь. Заходи, будешь зарабатывать, все. Понимаешь, как быть? Не у всех же вот эта жилочка там сетевая, да, которая. Я умею, допустим, и позвонить, и приглашать, и некоторые уже даже телефоны не берут, не хотят общаться, потому что знают, если Валерий еще позвонил, значит, сейчас начнет грузить, начнет куда-то подключать, понимаешь? Вот, но как остальным быть? Поэтому система – это просто такой золотой слиток, понимаете? Вот, который вот сейчас присутствует. Я там Оксана смотрю, да, там Наталья, Маргарита с моей командой, Ольга Бредихина. Берите, делайте, берите, делайте. 120, сколько там, один человек за две недели регистрации. 56 человек в первой линии только. Да, из них есть часть теплые контакты. Да, на эти теплые контакты я больше всего рассчитываю. Да, но выстреливает и холодный. Но это рынок в долгую. Это работа в долгую. Людей нужно растопить, подогреть. Вот, а как подогреть? Приглашайте на презентации. У вас есть группа, все вас в группе. То есть у меня, допустим, уже 923 человека на сегодняшний день. Группа Telegram, да. Это которая для работы, где я людей там прогреваю, где я выложу каждый день на презентации, приглашаю. Вот, и есть командный чат. Там совершенно там 28 всего человек. Потому что там люди есть уже со своими командами. Вот, а у них есть свои чаты. Вот, а самое главное, чтобы сейчас взять, даже пускай зайдут по 100 евро, по 150 люди, но они заработают в момент, где эти деньги не вернут. Они поймут вкус вот этой автоматизации, этой системы. И простой человек, любой человек в нашей команде сможет заработать. На этом я заканчиваю. Валера, абсолютно верно. Действительно, у нашей команды есть бриллиант свой. Именно то, что любой новичок за три часа запускает систему трафика и получает результаты. Я вам в своей 10 минутке показывал, ребята, что за два с половиной года, используя только Telegram, создавал большие структуры. Неважно, в каком проекте, неважно, какой продукт. То есть, когда есть система, когда есть понимание, когда есть структура, у вас всегда есть и всегда будут результаты. Ребята, пользуюсь случаем, хочу поздравить с наступающим новым 2022 годом, чтобы Новый год принес достаток, благополучие, крепкое здоровье, чтобы близкие дети, родные вас только радовали, чтобы у вас по бизнесу были шикарные результаты, чтобы вы в 2022 году, ребята, кто принял решение зайти в этот бизнес, получили удовольствие, кайф от достигнутых результатов, чтобы у вас были ранги от бриллианта и выше, и всего-всего-всего самого наилучшего. Ребята, если кто-то хочет что-то добавить, давайте по 10 секунд, и мы закрываем эфир. Андрей, Елена, Элемира, подключайтесь. Я тоже пользуюсь случаем, и здесь есть, вижу, и мои партнеры с первой линии, что приятно. Я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом и пожелать больших успехов, пожелать огромного счастья, пожелать счастья еще вот такого в бизнесе, чтобы это все было легко и в удовольствии, не важно, бота строить, либо с людьми разговаривать, чтобы все это было легко и в удовольствии, и чтобы 2022 год стал вехой в наше многомиллионное будущее. Вот, так что всех с наступающим. Спасибо большое, всех с наступающими праздниками, но не забываем работать в нужные праздники. Ну так если в удовольствии, так это ж не работает. Не забываем, что Валерий нас хочет догнать и перегнать, поэтому не расслабляемся. Работаем, работаем. Я очень счастлива, я очень рада быть в такой антициозной, шикарной команде активных, легких и интересных людей. Прям с наслаждением буду учиться и учусь у каждого. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Супер, здорово. Ребята, на этой классной ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир. Всем большое спасибо, все большие молодцы. И увидимся в самое ближайшее время на следующих эфирах и в Новом году. Всем процветания, всем профита, всем-всех благ, ребята. С наступающим Новым годом, ребята. Всем пока. Спасибо. С праздником. Спасибо. С праздником. Всех с наступающим.